Ну что, ребят, всем еще раз привет. Немножечко я вас так обманул, сказал, что через 5 минут будет старт, в итоге старт получился через 15. Ну, я думаю, ничего страшного, все равно сидели и ждали третью решающую карту, и вот она, в общем-то, происходит. Элемент Pro Gaming, HellRaisers, команда, которая выиграет эту карту, пройдет следующий этап венеров, ну а проигравшая команда спустится в лозера. Да, такие расклады на данный момент, драфты активно уже идут, и по-прежнему микрофон для вас работает адекват и Майллстром. Вова, ты еще раз переподключался, ты здесь? Да. Отлично, это очень здорово, что ты... Ну, видимо, во время загрузки какой-то идет, я не знаю, лагбак, что-то из этого, потому что именно в этот момент бывают переподключения какие-то. Ну да, в общем, что-то у нас с Дотой еще случилось, из-за этого так долго мы не могли начать, ждали комментаторов плюс ко всему, но самое главное, что начали. И в итоге Элемент с Pro Gaming опять решают сыграть через свою связку Тинни Висп, но на этот раз против них уже будет несколько другой набор героев. Ну, хотя Тускарчик, Тускарчик разве что вместо Дума и Даззл, Даззл также у нас был. Посмотрим, может быть, что-то похожее заберут. На мой взгляд, Элемент с Pro Gaming сами запороли прошлый пик, потому что, ну, в принципе, вот, мне кажется, этот опенинг Тинни плюс Висп, он такой, что вот, если взять, например, дровка Визаж первой стадии, то можно как-то потом сделать так пик, что будет очень тяжело этой дровке и Визажу. Но если взять в первой стадии Тинни Висп, то все зависит только от тебя. Да, соперник может к этому подготовиться, но, в принципе, многие команды вполне довольны этой связочкой, как она есть. Ну да, но, в общем-то, Тинни Висп, это, конечно, здорово, и на одной из линий, где они будут ставить, в принципе, можно как-то существовать, но, опять же, не против Бруды. И, опять же, против конкретно Брудмазер, нужно что-то предпринимать, иначе вы будете страдать довольно серьезно. Что и произошло, ну, опять, там был не только Визп, Тинни, там еще был довольно жадный рискин, которому фарм требуется. Это еще одна большая проблема на 100 делаем. Ну, надеюсь, что скрин с своей компанией там учтут ошибки предыдущей карты, и сейчас там покажут что-то более-менее внятное. Ну, это вот уже Квин оф Пейн, уже неплохо. Уже герой, который не требует какого-либо суппортинга, который довольно неплохо стоит абсолютно на всех линиях. Ну, и вот Эббиоспирит добирает себе Халл Рейсерс. Да, да, можем было его совершенно нормально поставить и на нижнюю куда-то линию, и на мид, естественно, и даже наверх. То есть, этот герой, который уже, ну, обеспечивает более-менее ситуацию. Ты про Эмбера? Про Квин оф Пейн. А, ты Квин оф Пейн. Ну, в принципе, по поводу Эмбера, в принципе, то же самое можно сказать. Разве что на слож, наверное, его не отправишь. А так и в мид, и в легкую вполне может он затеять. Да, да. То есть, здесь в мид тяжеловато ему будет с Тинником, Веспом, если они туда пойдут. Я вообще как раз-таки хотел предложить Эмбера именно в мид поставить. Даже несмотря на то, кто там будет стоять. Весп Тинни или Квин оф Пейн. Тут с карты просто есть одно такое большое преимущество для Эмбера. Героя, который, ну, 100% будет как-то ромить, передвигаться по карте. И вместе с Эмбером как раз-таки могут образовать хорошую связку для того, чтобы убивать. Эмбер сам по себе, да, может быть, поначалу будет страдать. Но за счет, опять же, роминга тиммейтов, еще есть пять брейкер появился. Линию свою можно будет и выиграть дальше. Ну, посмотрим. Насколько агрессивно хотят сыграть HellRaisers. Ну, вот если добирать себе Elements Pro Gaming. Того самого, которого забанили в прошлый раз. Сейчас мы увидим. Почему? Возможно. А, возможно, и не увидим. Ну, да. Скорее всего. Я даже более чем уверен, что Йоку именно на этом герой сядет. Будет на оффлайне предстоять. Ну, вообще, против Эмберспирита хорош. Уже вопрос о том, чем ловить Эмберспирита, получается, снят. То есть, как минимум, уже есть шейкер. Если зафармить свой блинг, то сможет врываться. Да, да. Ну, поначалу, конечно, и Клопа еще тоже может немножко помочь своим Орхитом, если таково, и Сиберет. Ну, и ЕС всегда будет к месту. Тут абсолютно прав. Ну, что, Винтерверд на ВР-ка в бане у нас. И пик пятый от HellRaisers. Год дэм, думаешь, что же добрать? Ну, вопрос нужно решать с, я так понимаю, еще этим хором. Героем либо первой, либо второй позиции. Ну, Афонин в теории на Эмбер может пойти в мид. Могут Эмбера, в принципе, отдать на легкую, пофармить. Ну, наиболее популярный, мне кажется, на легкой именно за последние месяцы. Но не сказать, что прям вот на, там, ей даже 60 на 40, может быть, там, 55 на 45, что-то типа того. Просто здесь зависит от многих команд еще. Зачастую мы имеем только одного, там, игрока, который хорошо играет на Эмбере в команде. Как это необычно бы звучало для профессиональных команд, но реально у некоторых проблемы с тем, что у них просто не играет на Эмбере. Вот, в частности, или Дана, там, если взять. Я слышал, что он за, ну, вот перед киком из ВП он сыграл порядка, там, 20 игр, что ли, на Эмбере. И вообще только на нем и играл. Но, мне кажется, уже было поздновато. Но суть в том, что когда надо было, он еще на нем не играл. Ну, вот тут, да, довольно тонкий момент, я о нем тоже хотел наценить свое внимание, что пул героев у нынешних керри, СНГ, керри, там, европейских керри, игроков. Вообще, у любых. Да, у любых, конечно. Должен быть просто-просто большой, но иначе, иначе, потому что ты довольно серьезно сузиваешь пул героев для своего капитана. Выборы стратегии, я бы тоже сказал. Ну, посмотрим, насколько Эллидан сейчас понял свои ошибки, начал этим работать. Пока из тех керри, что мы видели, в принципе, они довольно дефолтные. Вот, сейчас будет на Тинни катать вторую карту подряд. Ну, кстати говоря, добрали еще, я понимаю, Найт Сталкера. Ну, это для скрина, чисто его персонаж. Он не может просто так пройти мимо Найт Сталкера. Если он есть поле, он обязательно забирает. Ну, и пак для Афонина. Вот что интересно, герой, может быть, не самый популярный. Все-таки в этой мете зачастую дает приоритет именно всяким Эмберам, Queen of Pain, SF. Но пак как-то держится на тир-2, тир-3 позиции. Ну, а вот HellRaisers его себе забирают. Интересно. Интересно, интересно. Ну, вот из того, что я помню, Афонин на паке хорош. Да, он здорово отыграл. Ну, пака несколько меняли, его там и фиксили, и делали сильнее. Но тяжело сказать, каков он сейчас. Ну, то, что вот в лейте, в таком глубоком, он стал точно сильнее, чем пак, который был раньше. Но я уж, честно говоря, не помню, после какого момента пака перестали пикать. Вот был он в какой-то момент просто героем номер один. Ну, наверное... Не, я даже не могу примерно даже сказать. Ну, я тебе так скажу, в момент, когда были актуальные тралли и снайперы, это был патч 6.83, пака не было. 8.4 тоже не было, потому что там были шакелины. Значит, где-то до этого. Где-то 82-я версия дота, что ли? Ну, да, но... То есть, по факту получилось так, что ему-то особо вроде ничего не резали, но при этом его перестали пикать из-за того, что появилось много альтернатив. Хотя герой очень тяжело убиваемый. Вот просто нереально с ним. Если он купит себе какой-нибудь Юл, блинк и что-нибудь еще, допустим, какой-то октарин, это вообще ад. Потому что у него там кулдаун на шифт становится 4 секунды, и время действия шифта 3.25. То есть 0.75 секунд, за которое его можно убить. При этом, если у него есть Юл, он эти 0.75 секунд может провисеть спокойно в этом Юле. Ну и не говоря уже там про блинки и все прочее. Да, знаешь, вопрос в том, что убить невозможно героя, с другой вопрос в том, что он сможет сделать, пока он уязвим. Да, то есть нанесение. Это все-таки герой сугубо с магическим уроном. Смотри, как поставил вард и мискликнул. Пикает уже скрин, мол, ну ты даешь. Нет, вообще, такой вард я, по-моему, видел на саммите. Или на Старладере на квалификациях. Кто-то, короче, вот с хайграунда туда вард ставил. Ну это мисклик, банально. То есть он же ничего тебе фактически не дает, но очень легко промазать. Вот прямо вот, очень легко. Я даже вот покажу вам, как. Вот так даже непонятно, что он снизу стоит. Ну ты знаешь, вот в тот момент, когда мы увидели первый раз этот вард, мы подумали, что это сделается специально, чтобы от дефолта на СН3-шник его не нашел. Но при этом вард чекает руну по-прежнему. Ну, кстати, может быть и так, но судя по количеству пингов скрина на этот вард... Ну, может быть, скрин просто не видел таких вардов. Не, не согласен. Ну да. Ну, мы и так не пробежались, по-моему, по игрокам, да? Там и... Скрин на Найтсталкере, или Дан на Тиней, Кингер на Виспе, Йоку на Шейкере, Генерал на Квапе. Да, ну и ребята из Hellraiser's, Goddamn to Scar, Афонин будет стоять на паке в Миду, на Уфлейне стоит на Шачлоу, на Спирит Брейкере, и Бах будет фармить на Эмбер Спирити, на Эндершок с упоростью на Дазлике будет. Ну, ребята пробежались, быстренько вардетцы проставили, никто не воевал до появления крипов, ну, и вот у нас то самое в Миде противостояние. Так вот, а касательно пака, конкретно против этой связки, Висп Тиней, пак-то весьма хороший. То есть, тут есть, все-таки, как ни крути у Тиней, анимация сплопа, ой, как перекрывать, ты путь, год дэм, но не совсем, да, нашлась просторка для прохода. Так вот, есть анимация способностей у Тиней, урон наносится не моментально, поэтому всегда Висп может, не Висп, а пак может вернуться, да, за счет своего фейшопа. Так что какие-то ТОСы, какие-то Эволонч, наверное, сложно, вот ТОСы, ТОСы выйдет, в принципе, можно. Так что Афонин будет показывать мастерство микроконтроля. Ну да, важно все-таки, чтобы это, ну, чтобы он успевал вовремя нажать, потому что, ну, пак такой герой, которого тяжело убить, если он все правильно нажимает, ну, буквально ошибка, там, на секунду может стоять ему жизни. Ну, пока что, естественно, может стоять он относительно спокойно. Сильная тычка с руки, ноль армора у Тиней Виспа, позволяют ему чувствовать себя на этой линии достаточно комфортно. Плюс его сейвит еще Тусик. Аккуратненько. Может быть, даже попробует кого-то убить. Да-да-да, вот сейчас он постакает немножечко под пак, дает возможность паку, самое главное, получить быстрый левел. Чем быстрее пак получает тебе необходимые там уровни прокачки на способностях, тем больше возможности, как раз-таки, сделать скилл. И вот уже спиритбрекер смещается с топлини. Чардж, правда, отменил. Ну, вот у Скара появится левел 2, действительно, можно будет уже залетать, как-то пытаться размять мидеров. Но пока все спокойно. Но пока все очень-очень спокойно. Так, у нас там тем временем есть информация по поводу параллельного матча, который только-только завершился. Вроде как, насколько мне известно, Вега переиграли с чем-то 2-0. Ребята из Стик. Ну, что, в принципе, неудивительно. Результат вполне закономерный. Ой, на миде. Махач страшный. Ошибается пак. Тот же тычку с шифтом, но это все-таки ферстблат. Бешеная корова на хосте забирает виспа. А вот убить ли Тини попытаются или нет? Нет, у нее не было МП. По Тавру лезь не стали, потому что у самих с ХП были проблемы. Ну, пак там, да, как-то вот с выйдить ТОС он все-таки не смог. Его снова ТОСнули, а с Фейзел он фактически только одну точку от Тавра, что не спасло. Очевидно, фонина. Размин в один получился. Ну, вот так сказать, спасло, конечно, потому что если бы он ее не зашифтил, то в итоге он бы умер, но все равно слишком далеко. Ну, на такой стадии вышки слишком сильны, что и говорить. И не хватило танк потенциалу, несмотря на хосту спиритбрейкера. Но, тем не менее, один-один, более-менее размен. Да, вот мне подсказывали, на саммите вот этот был матч, когда ФНГ именно такой вардец проставил, и тогда никто не удивился. Все посчитали, что это действительно был проставлен варде для того, чтобы дефолтный Сандричник его не обнаружил. То есть, может быть, в этом варде есть какой-то смысл? Ну, возможно, да. Возможно, действительно так и есть. Но, с другой стороны, он не так плох. Он, конечно, ну, в плане контроля руны он вообще ничем не хуже. Он вот единственное не видит верхнюю часть. Но, как мы видим здесь, ну, здесь, в принципе, не особо и нужно видеть Шейкеру, потому что Шейкер не может выйти против Эмбер Спирита вообще. То есть, он не может даже крипам подойти, даже если у Эмбер Спирита ассистов особых нет, просто потому что Эмбер его убьет. Он очень сильный вначале. Его Флэнгард и Сиринг Чейнс. Сейчас шестой возьмет, и все, и Шейкеру можно просто будет не приходить на эту линию. Ну, вообще, да. Ну, с другой стороны, был бы вард повыше, да. Если бы отсутствовали суппорты, поближе можно было бы подойти хотя бы на получение Экспириенса. А так вообще не подойдешь. Ну, тут нас теряем Шарчатова подмяли, втроем на нее накинулись, плюс стянул Скин оф Пейн, тоже помогла. Какой-то супер ганг вчетвером получился. Еще себе. Да вообще жесткий. Посмотри, Скрин Дальсу пошел. Но это ночь. Это то время, когда Найт Сталкер особо опасен. Приходит вынуждаться от Тускарка спасать. Слушай, неплохо получилось. А и Шар спасали, да, тут погибает, но в размен наскоринает. Это очень даже неплохой размен для Холлрайзера в данной ситуации. Ну да. Ночью нас Сталкера убить нормально. Получше. Получше, согласен. Главное, что пока он сидит в таверне, ничего опасного на карте не будет происходить. И Коры все-таки поспокойнее себя будут чувствовать. Это самое важное. Вообще, сами по себе Коры Холлрайзер чувствуют себя действительно превосходно. Эмберс перед стопом к Кривстатом выходит на пятой минуте. У Пака там тоже в принципе все довольно хорошо, тем более, что он выигрывает линию без Пайтини. Ну и если мы возьмем Оффленер. Но Оффленер, конечно, тяжеловато. Все там. Клипов очень мало. Так, так. Афонин. Арбом откинулся. Годдэм. Пошел. Сноубольчик пытается дать. Спиридбрекер тоже здесь. Но там же и скрин довольно опасно может быть. Подтянулся к Гегер. Нет. Умирает Найшардс. И дракует продолжаться. Но там четверо героев уже Холлрайзер. С элементом будут сейчас страдать. Пытается уйти скрин довольно толстый. Все-таки ночь опять же упекает. Годдэм съел Энчантед Манго. За скрином идет до конца. Есть Чардж. Сбивает скринного Войдом. Но Сноуболом догоняют Найт Сталкера и снова лишают его жизни. Но опять же хороший размер для Холлрайзер. Очень качественный. Очень четко они играют именно против этого бешеного Найт Сталкера. Ну очень жесткая игра. Тут нечего добавить особо. И действительно вот интересно как будет пик Ашеров дальше работать. То есть у них вот пока нет БКБшек у соперника. У них все неплохо. Но все равно все-таки Эмбер Спирид еще куда не шло. Но Пак слишком тонкий герой. У них видимо танковать будет Тускар и Спирид Брейкер. Ну исполняя роль таких там танков в живой стенке. И здесь же если мы посмотрим на пик Элементс у них все как-то вот ну у них главный кэрри довольно толстый. И он может сам одновременно там танковать и биться. Вот что лучше сработает. Плюс ко всему конечно ну появление БКБ оно избавит от многих проблем Элементс. И Элементс все что нужно в общем-то это вот именно БКБшки чтобы от магии не умирать и Хиксы чтобы контролить Эмбера и Пака. Это вообще основная проблема контроль героев соперника здесь. И хорошо что у них есть Шейкер в этом плане. Ну да действительно ловить Пака и Эмберспирита будет нужно. Шейкер это здорово. Ну как мы знаем с течением временем обычно Шейкер все-таки не так хорош против Эмбера в тех самых. Да он не особо ловит может только немножко приостановить. Вот поэтому Хиксы какие-то я не знаю орхиды все это возможно будет появляться. Воспомнение он может ворваться но для него если это где-то 5 на 5 идет он врывается в одного героя во-первых могут засейвить за счет Дазла во-вторых в принципе он врывается он дает весь свой рассказ довольно ценный который мог бы дать в драке он дает в одного героя. Если он врывается как правило ни Эмберу ни Паку не выжить там же скорость каст очень большая у Эхаслама практически мгновенно все это делается но да контроля лишнего не помешает ну посмотрим что Квапа будет делать тут скрин развлекается с Год Дэмом Тешло представить такую ситуацию при которой Эмбер Спирид вместе с своими тиммейтами где-то подставилась под Эхаслама но обычно все-таки профессиональные игроки как ни крути они поистину хорошего держат ну что несколько их поставится это вообще нереально то есть как правило здесь ты уж одного будешь вырубать и если ты его вырубил это уже неплохо то есть тут можно просто и одного не выключить ну да Эмбер Спирид он хоть и милишник но он-то совсем по-другому действует обычно так ну афон теренем или Данчика разминает тут же вынуждены делать все ФТП конечно же Вис прилетает лвл 5 кстати говоря еще шестом нет там кстати говоря дорогие друзья поправлю сам себя в плане параллельной встречи все-таки она продолжается продолжают играть Вега Складроны Стигейминг у них то и вторая то и третья карта стартует только сейчас мне почему-то показалось что должно матч уже закончиться там 2-0 но встреча еще продолжается нет ну да видимо вега только одну карту успели выиграть или может быть еще 1-1 ну в любом случае смотрите опять же мтл видно азубу.тв слэш мдл нижнее подчеркни руха 2 ну вот параллельной матчей идет так у нас снова огромное количество перемещений спирит брекеры мимо пролетают в то время в миде на пак пак почему-то получает шелогрейф с фулл хп очень интересное событие эмбер спирит сейчас будет врываться ну что ж чайный он не дает потому что нефти стоп а на ренанте он не долетел ну как-то так себе получилось инициировать холл резер что нужно не разворачиваться вот одинаково плохо я бы сказал действуют обе команды сейчас но ни у тех ни у других получается как следует ну нормально напасть есть какие-то вроде логичные перемещения что эмбер спирит помогает своим что вроде как и правильно но в то же время тратить 3 ремнанты не делает вообще ничего но чуть получше у элемент покажется ситуация если судить по надворсам правда вот с другой стороны найт сталкер 600 нетворса это чуть похуже чем 600 нетворса дазл дазл это в принципе не важен ну типа да скрин пытался играть супер активно гипер активно врывался куда-то под того раза что был важным наказан в целом не сказать что он был вообще бесполезен то есть какой-то экшен экшен создавал может быть именно поэтому коргерой элемент сейчас чуть повыше коргерой фашер вот но конечно сам скрин не дофармил ничего один собак имеет лога четвертый тяжеловат тяжеловат у него все идет ну что ж ну здесь что мне радует то нет однако и точной какой-то игры вроде пока все довольно ровненько полторы тысячи ведут элемент на 10 минуте это так себе пока так что посмотрим у нас опять же смещение куда-то возле медлинию контролится руна пак у нас с ботлом руну заряжает тускай рядышком без смока пока левел пятый четвертый эндершок вот видели весь пак он уходит пытается дойти за фоня отдает свой ультимейт и кинга должен погибать не ушел пытался проторчать до конца в этом койле потом понял что нужно все-таки разорвать ну в целом фраг на виспе это не так важно не так много да тем более что виспе успел тела лошадь получить то есть сейчас возродится у нас виспе и сразу же вместе с кем-то возможно будет какие-то уже полеты осуществлять ну и пушится топ-таварте временем и зайца клифф есть катапульта четыре героя у ашерра потягивается наверх скрин но сдается мне что сейвить они здесь просто-напросто даже и не смогут при большом желании посмотрим посмотрим пока что не ну вообще не совсем понятно так сильно боялись шейкера от Йоку и что в итоге в итоге шейкер стоит и там 11 минуты игры он фрифармит спокойно на боте у него уже есть транквилл татки и соло ринг что для шейкера на 11 минуте уже нормальный такой результат у него есть 8 левел что очень крутой результат так у него еще и блинк ну очень близко вот прямо очень близко ну да если ему сейчас никто не помешает если никто его не навестит не огорчит пару раз того действительно появится блинк дагер так в минуте 15-16 он просто-напросто что-то вырубокировал так годэм терение под сайленсом был получил проказ пока жив ботал юзает еще и сноубол пытается уехать но т.п. здесь явно не сработает в итоге падает вае и тоскара эмберспирит эмберспирит сыграл очень плохо он не включил флеймгард он не сделал вообще ничего и просто в итоге умер от тинника перетяжка еще идет на мид здесь спиритбрекер пытается сделать т.п. но эвеландж тос и тинни забирает еще один фраг ставится тут же пауза да и миспа дропает из игры ну очень вовремя надо сказать в любом случае отрезок получился шикарный забрали кора двух ну хардлейнера саппорта шейкер в этот момент просто дофармливал свой блинк и у него кстати говоря 1500 да он по-моему даже за ассист не получил денег что-то как-то очень мало но все равно очень хороший нетворс имеет я кстати прочитал по поводу того что написал скрин и мне вот настолько тяжело по этому поводу что-то сказать потому что я кроме игр ТВП и ЕГ почти ничего не видел и в их сторону он как раз ничего такого не написал ну типа знаешь ну у других команд написал ну вот сам сам факт опять же как бы это его мнение возможно которое он там обвыковал но выглядит это все с такой стороны что команда как будто там не играли всерьез не хотели выигрывать под пифо ну скорее здесь больше ну как бы это же не тот не такой момент что ты можешь вот именно во время турнира напрячься его там затащить или нет скорее это вопрос подготовки то есть ты если ты не напрягся за неделю до турнира то в принципе на самом турнире уже не так сильно важно напряжешься ты или нет нужно конечно но так тут тем временем дазл у нас находит илья но вот здесь в этот раз он блинк реализовывает неплохо да залетел уже 4.01 ну ильдана все пошло что называется топ-1 на творостной карте ну вот сейчас если будут подставляться ашера а герои они довольно мягкие все таки как ни крути да если там эмберспирит условно так же не будет прожимать свои флемгарды тоже будет погибать быстро 1000 хп дазл пока понятно тускар пока тоже жирности особо не обладает есть определенные проблемы с этим тени с его прокастом более того что помимо прокаста тени тут еще и квопа имеется и какие-никакие касты могут ЕС на талкерам дать тем более что ЕС уже близок к блинтаке очень юл купил себе пак о квопак квопа конечно это вот именно против пака я так понимаю ну хотя можно и сиринг чейн снимать много чего можно снимать этим юлом и она получается такая ну в первой игре по-моему он делал генерал же у нас был на квопе в первой игре по-моему тоже он делал ЕУ вроде да и там тоже неплохо выживал так можно он скринал да за скрином гонится но здесь вряд ли что-то ну да лучше собственно что и произошло раскаст от пака неплохой но скрин да скрин в итоге слишком дорого стоил это уже минус 2 как минимум дает неплохой раскаст квопа и пака тоже забирает он не успевает вообще среагировать на то что произошло грейв на себя висп висп умирает конечно но почти почти убили эмверспириту успел идти на ринант но как бы там ни было все равно конечно размен целиком полностью за элемент про гейминг четверых они убили двоих теряли причем двух суппортов ну и бабки бабки зарабатывают и тени что самое главное ес опять же при бабле остался очень важно вот не хватило четвертого левела пассивочки потому что была бы пассивочка он не отпустил а здесь буквально вот эти доли секунды эмберспирит успел выйти стана и все но в любом случае размен очень хороший и сейчас такое тотальное преимущество будет у нас очень боеспособный теник который вырубает практически любого героя если попадает в него прокастом невероятный ой находит еще и пака пак да ну вот видите папу вообще хватило тоса тускар накатывается бегут сюда кстати говоря могут попробовать забрать тени спиритбрекер пробежал немножко не туда не дали скастовать ему ультимейт в прошлый раз и забрали двоих вот здесь хорошо разменяли атлеточка атлеточка получилось неплохой вообще элемент сами так повелись начали бежать по одному полного стака здесь не было если не дофармил на блинтагер возможно стоило просто придержать коней подождать чуть-чуть потом уже повеселее пойдет ну вот есть покупается блин как раз да очень круто у него девятый с половиной левел и блинг на пятнадцатой минуте для шейкера конечно учитывая что в принципе шейкер вообще блинг это все что нужно все остальное делает его там эффективнее живучий но по-хорошему блинг это вообще основное находит андершока сейчас его засейвит еще слегка даже не слегка даже очень неплохо здесь же queen of pain поднимаются перед брейкер в юл вот как раз таки юльчик пригодился и опять все в скрина но скрин все в скрина но там виспа убивает кого-то и не убивая при этом виспай это очень плохо там есть ринфессура накрывает пак пак погибает нужно добивать еще и шачло пытается он уйти и уходит на чарчик на том то я так прерывается на этом но тем не менее пак убили уже более-менее под перехват и концов шачло шачло тени здесь я ничего не успевает немножко или там прощает спирт брейкера но тут же перемещается на топ и продолжает фармить но в любом случае одного они убили это уже хорошо а типа ли кого пока слили ну пока тебе блин купил но если он будет умирать вот так вот дальше полезность свойств пока иметь не будет да потому что вот поначалу вроде бы силен у него сейчас топовые рассказы хорошим акурон но чем дальше тем это макрон будет иметь меньший вес даже есть такая ситуация что действительно если мы посмотрим то ну как бы с пылы давит много а урон то с руки особо не растет и урон со спылов повышать в доте гораздо сложнее ну вот после того как ты уже замаксовал все свои спылы здесь очень хорошая ситуация если сейчас элемент с какую-то меку еще себе копит чтобы просто с прокаста не разваливаться то дальше они уже у них из пылы как-то пожестче смотрится это тинник квопа со своим рассказом ну не хуже как минимум и с руки при этом они еще навешивают знатно а с руки чтобы бить нужно нападение собственно на эмбера ну вот он эхо слэм спасибо вот эхо слэм от ес вот он блинк дайгер все как предполагалось мир спирита будут так ловить убивать так вот вообще на самом деле пак будет доволен не только пак 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 но все вот эти вот ребята которые обладают хороший магический прокаст ближачок ну довольно следующим патчем потому что там появляются такие артефакты которые позволяют тебе больше урона с магией носить и так далее там тени на топе не убивают без палки да без пал размен на даззл смогли поменяться несмотря на то что их так караулили но вот если бы еще кто-то успел прийти сюда на помощь то и здесь мог тени выжить но хорошо сыграли здесь хеллрейзер по поводу нового патча ты вроде договорил но я не дослушал ты про новые вот эти айтемы которые да да появляется айтемы которые там увеличивают демэдж с маг прокастов потом появятся руны в новой версии которые позволяют тебе чаще вкастовать твои способности из большего рейнджа по моему то есть такие интересные штуки которые безусловно будут усиливать всех магиков тех кто носит магический уровень да то есть сегодня было итемов которые увеличивали дальность атаки или дальность именно ну не считая аганима на энчант 1 это такой уникальный уникальная тема либо дальность атаки либо дальность касты спл это вот будет по сути дела первые два артефакта плюс ко всему вот эта вот новая руна да кастеров аплэт но первым таким серьезным аплэтом это был еще Актарин ну не первым а за последнее время первым этот артефакт исключительно для кастеров Ну вот знаешь, все-таки Актарин это более для кастеров лейтовых больше таких, да, то есть героев, которые все-таки позиционируют себя как коры, а для них выделяется линия, где они фармят, это самые лин или шаки, и им отдавался перевес, приоритет точнее перед физушниками, вот, а здесь же все-таки с появлением нового патча даже и суппорты кастеры, они в принципе тоже будут иметь хороший вес в более поздней стадии игры. Собрать снайперу шесть этих штук на увеличение каста, и он может через всю карту стрелять. Извращенские мысли у меня такие появляются сразу там, или это купить ему на дальность атаки шесть штук, если они стакаются между собой, чтобы он там лупил вообще с бешеного радиуса. Ну это жёстко. Слово, может быть, это и сработает, реально. Прикинь, как тяжело мегакрипов, он стоит на фонтане, лупит мегакрипов этих и ничего не сделает. Так, а тут выход в смоках, кто кого. Так, видят, и шейкер. Соник ВВК ходит, Папайя ИС, где же ты родной? Шейкер под Сайлент стрял, пытается как-то он выжить, но нет, двое уже погибают. Шачло уже из-за того, что есть Шеллоу Грейв. Дальше идёт у нас Ибах, разрывает Фиспа, Элизори Орбы. Найт Сталкер пытается Годем разобраться, катил Годем, он таки погиб. Не должны отпускать Элидана, Элидан должен падать. В принципе, снизу там ещё и Шачло не отпускает Сквина, хотя смотрю, кто кого не отпускает. Сквина на развороте пытается подраться. Уже размять Зим-4, Шачло, Шачло всё-таки уходит из Иллюзори Орбы. Летает Ибах на Ремнантах и убивает Тазл ещё и Найт Сталкера. Минус пять, это полное вытирание пяти мужчин с команды Элиментс. Ну, короче, легендарный Шейкер, легендарно ничего не сделал, легендарно оказался в таверне. На самом деле и Квапа уже успел среагировать. И даже после того, как Квапа дал свой рассказ, что было ошибкой, потому что Шейкеру нужно было влетать первым, но всё равно Шейкер протупил, и в итоге он тупил до тех пор, пока случайно не попал под сайлность. Ну, печатно. Ну, это провал. Ну, понимаешь, Квапу-то обвинять тоже не в чем, но она-то была уверена, что Еста придёт и поможет. Они одновременно этот рассказ дадут, вся сила этого рассказа в одновременности, в персте. А когда один даёт, а второй не даёт, получается вот такая вот. Ну, она могла чуть позже сделать. Суть в том, что если бы они после рассказа Квапы как-то среагировали, всё поняли, разошлись, так они даже после рассказа Квапы продолжили идти вперёд, поднялись на горочку, и только тогда Шейкер запрыгнул. Но Шейкер был явно не готов. Такое ощущение, что он где-то закупался там или смотрел на другую точку карты вообще, потому что по-другому объяснить это тяжело. Обычно, ну, если ты играешь на Шейкере, неважно там на каком рейтинге, если ты играешь там не десятую свою игру, а хотя бы сотую уже, ты как только видишь пять человек, ты даже не думаешь. Ты сразу делаешь два клика. Это в толпу и ульт, всё. Да. Да, дальше как по нотам уже. Тотемчик, фиссура. Ну, всё верно, всё верно, и непонятно, почему Йоку так оплошал в этой ситуации. Всё-таки игрок, который обычно ошибок таких не допускал, сейчас, кстати, играет The Empire, но вот тут слабину всё-таки дал, так что, Максим, давай подсоберись, подсоберись. Мы ждём качественно хороших рывов. Ну что. Ну, а пока всё прошло довольно успешно для Hellraiser. Стыграли они всё былое преимущество Elements, теперь даже вышли немножечко вперёд, зарабатываются бабки, причём бабки неплохие, хватает импер даже NPF. И уже опасно становится. На топите, временем попытка подловить двух героев. Ставится ультимейт от Афонина, залетает Папа, вроде бы сыветил Пак, но уже, во всяком случае, шлоу Грейв. Разорвали уже Виспа, сноуполом прокатывается Готем дальше на Тине. Пытается Лидан жить, отмахиваться и бить с руки, но без Виспа это дело фактически невозможно. Токи падает тоже, минус два. И попытка сапенчика Queen of Pain. Да, в Йолу себя спрятала. Будет ли ещё какой-нибудь Disable? Нет, Disable нет. Уходит на блинке. Фиссура ещё немножечко помог здесь ЕС. И да, разбегаются. Но двух героев потеряли, как бы там не было, всё равно провал небольшой. Ну, поплыли. Что сказать тут ещё? Прямо видно, что поплыли. Вот как раз хотел об этом сказать, что у Ашеров как-то видно, что они камбэк могут сделать. А вот Элемент с таким ощущением, что как только разлад какой-то идёт, там сильная такая минус-мораль. Им нужно время собраться. Сейчас просто их, ну, ни за что там уничтожили. И уже Spirit Breaker с Медасиком потихоньку будет собирать себе какие-то серьёзные арты. В любом случае по экономике он будет только всё лучше и лучше становиться. И там и Даззл что-то прикупил довольно плотненький. И Тускар с Меккой. В общем-то из слабых героев только один Даззл, который, в общем-то, и может вообще без артефактов бегать, но даже сейчас он имеет уже ПТ-шку и Glimmer Cape. Это уже очень много. С такими артефактами Даззлы выигранные игры часто заканчивают, даже когда у них всё хорошо. Просто, ну, потому что, как бы, он может покупать всё на команду, там, и себе практически ничего не оставлять. А что мы здесь видим? Здесь у Шейкера есть Блинк, у Тини, ну, как бы Тини может ещё очень много собирать. Найт Сталкер абсолютно голый, у него только Фейзы. Кстати, очень странный выбор. Фейзы на таком саппорте, чем Найт Сталкере, у которого всё плохо. Ну, ну что, ПТ, что ли, покупать? Ну, лол. Когда всё ужасно, ты покупаешь какие-то такие уже all-in-овые, лёгкие артефакты, которые позволяют тебе лишь просто быстрее бегать и наводить какие-то умирать, скажем так, тоже быстро. Так что, ну ладно, Фейзы так Фейзы. Может быть, потом купите какой-то бедас, пытается выйти в более лейтогую дрогу. Но как-то мне по поводу Даззла абсолютно всё правильно говорит, что действительно им артефакты не требуются в основном, и тут, конечно, игра от Даззла целиком полностью всё зависит от него позиционки в драках. Чем он дальше стоит от замеса и лучше там отправлять с шлоговыми по целям, тем и, естественно, у него команда и тут дела хорошо. Так сейчас и происходит. Андрюшок пока показывает качественную доту. Подцепили Клопу, Клопак, кстати говоря, Юлом сбивает Сайленс, но там дальше снова был Валдрас Панч, от этого уже идти невозможно и даже падает. Подловили, подловили HellRaisers. Отличный смог подыска. Да, пыщ-пыщ-пыщ. Пыщ-пыщ-пыщ убили. Что хотел бы отметить, вот в трёх картах, во всех трёх картах, элементы с прогейминг показывают отличный вардинг. То есть у них есть виженс, у них всегда есть информация. Всегда вот эти агрессивные варды стоят, и они всё всегда видят. Но почему-то сами принимают не самый удачный для них бой, и встают в позицию неправильно при драках, и страдают. У Ашер этого нет, я имею в виду, в контроле карты замечательном, но при этом они дерутся замечательно. Такая непонятная немножко ситуация. Но Тафонин снова продолжает атаки, Кингера пытается не отпустить Силитаном, нет у него Рост Клин Койла, атака дальше невозможна. Да, и в итоге стягивают всех наверх, и аккуратненько отступают, но Скрин не отступает. Отступает Спирит Брейкер, который за ним до конца погнался, если говоря тоже покупается Shadow Амулет Спирит Брейкер. Он инвизным таким будет, через Shadow Blade скорее всего. Да, хороший для него артефакт такой, сильный. Вообще непонятно, то есть, а зачем Shadow Blade? Ну, он в инвизе хорошо бегает, это в принципе вот как раз таки было замечено за шачло вот эти Shadow Blade, как раз таки на другом игроке, на Спирит Брейкере я бы еще удивился, но он вот покупает. Ну, дает скорость атаки тебе, для Спирит Брейкера хорошо. Плюс вот в инвизе ты бежишь. На самом деле, это вот мы смотрим, как комментаторы, нам как бы видно, что бежит эта корова, там она всех сбивает, но если не будет гемосентриков, вот этот разгон, ты вообще иногда не понимаешь, что происходит. Ты просто видишь, как... Или да, она спасает висп. Ты просто видишь, как твои герои, даже не слышишь звука, по-моему, они просто разлетаются в разные стороны. Такая очень дезориентирующая тема, может неплохо сработать. Ну, эффект неожиданно сильно помогает. Периодически, что и навязать драку, что из него выходить. Так что... Ну, возможно, это будет неплохо. Мне же нравится Спирит Брейкера, с которой купили себе Мидас, сразу с выходом БКБ. Ну, что... условно, от того же ЕСС случайно за месяц не пострадает спокойно. Собрал понадежнее, ворвался, убил. Да, герои, скажем так, неостановимы, бешеная корова. Да. В любом случае, если гем появится на Night Stalker, то будет как бы тяжело ему врываться. Но здесь, даже если он врывается откуда-то из кустов, ночью его всегда будет видно, его всегда смогут останавливать. А вот так, опять скрина находят, но в этот раз его уже не отпустят. Он искал долго, очень долго искал свой шанс и нашел. В этот раз и в предыдущие 5 раза действительно его не отпускает. А если прибавить еще вторую карту, там 1-7. Тоже пока не самую стабильную доту показывает скрин, все-таки очень много шансов. Ну, очень стабильную как раз. По 7 смертей на каждой, там, за 20 минут. Кстати, у нас самая длинная игра этого матча, поздравляем, она перевалила за 25 минут. Хайп, 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 интрига, страсти накаляются, размены. Ура, ура, ура. Все не в одни ворота, и это здорово. Мы хоть смотрим доту, где обе команды сопротивляются. Это важно. Да, здесь и одни успели пострадать, и другие. Но вот как раз-таки о чем речь, что после того, как Элеменс, Ашера сделали камбэк, Элеменс вот никак не могут нормально ни разу подраться. Они все больше и больше отстают. Прибавляем здесь Митасик на Спирит Брейкере. Еще при этом, кстати говоря, у самих Ашер есть гема, а у Элеменс его нету. Хотя у них вроде как Найт Сталкер. А, ну с другой стороны, Найт Сталкер без Аганима. Это, в общем-то, и не обязательно пока. То есть, непонятно, когда вообще появится Аганим у скрина с такой игрой. Очень много отдается, не фармит, бегает. Ну, одну драку, если выиграет, там сразу много денег появится, если при этом выживет. То есть, для саппортов обычно это так выглядит. Да, но тут уже Аганим почти готов на паке. Аганим на паке – это очень жестко. Это ты практически никуда не можешь убежать из этого колечка. Если ты убегаешь, то ты станешься на 4,5 секунды. 4,5 секунды – это слишком много. Причем работает даже через БКБ. Да, это самое важное. Тоже условно тени, которые купят себе впоследствии БКБ, абсолютно не спасет. Он будет как Бубуин бегать в этом кольце, но никуда не сможет ни за кем побежать, никого догнать. Если колечка еще грамотно ставить, он может поставить так, что он прямо в драку не сможет войти. Либо 4,5 секунды будет стоять. Здесь вопрос вообще, сколько длительность в целом? Сколько он стоит? Да. 8 секунд, длительность перевести со скиптером. О, ну да. То есть, лучше все-таки разорвать на 4,5, чем просто стоять. Ну, ты знаешь, 4,5 секунд ты просто стоишь и ничего не делаешь, а 8 секунд ты хотя бы траться можешь. Ну да, тут такое. Так, Queen of Pain в опасной ситуации. За ней бегут. Бежит за ней спиритбрейкер, он уходит в инвиз, она поднимает себя в воздух, но... Чейный, Nether Strike и минус. Тут одного юла, к сожалению, для Queen of Pain маловато. Прекрасно это понимает и пытается купить себе БКБ. И это, кстати говоря, поможет ей хотя бы сделать блинкаут из МС. Ну, хотя опять же не факт, есть всегда спиритбрейкер, который говорит нет. Ну и тускат тоже. Вообще неплохо контрит он, всякие сплиты, вот своим вот этим разгоном постоянным. Тяжело. Так, и на Рошана заходит. И вот это интересно. Успеет ли Тини? Минус армора? Нет. Поставил ремнант, все, нужно валить. Летит сюда уже пак, Ember Spirit. Цепляют одного только виспа. С одной стороны это не та цель, с другой стороны квапы нету, и пять в три уже всяко драться никто с тобой не будет. Спиритбрейкера засыпают лавиной. Да, и отогнали, получается, сейчас ребята из Elements Pro Gaming, два героя там сидят в таверне, поэтому есть возможность забрать Рошана, но урона по Рошану не так много, как хотелось бы, и довольно долго они его пробивают. Бьют, 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 и Elements Pro Gaming скорее всего захотят навязать здесь драку. Сейчас поеду папа. Повесить Goddamn, вообще, хорошо работает. Ну, кстати, одно из существенных изменений будет в следующем патче, но посмотрим. Врыв. Aegis забрали, Тинни. Врывается поздно, но Aegis сразу выбивает, это неплохо. Квапы рассказ такой себе получился, Sonic Wave был только по одному герою, Goddamn'у должны за Орхид забирать, хотя Шелу Грейв подхилл неплохо, Спиритбрейкер мимо пронесся, Кослэм дает ЕС, скорее больше оборонительный, нежели нападающий. Goddamn таки в итоге погибает, но здесь Элидан падает, спиритскрин тоже будет падать, и... Да, и драку ребята из Элементспро гейминга все-таки проигрывают. Да, бежит имперспирит. Ты посмотри до конца. Пошел на ремнантах, дал фисты... Но нет, не работает. Разгон пошел на ЕС, ой-ой-ой. Походу Йоку не уходит. Бам, минус. Да, ну теперь точно драку проиграли. Очень жестко проиграли драку, но после того, как забрали Рошана, уже не стоило идти. Да, и в общем-то даже, даже то, что не повесил Сигиль, это не сильно порешало. Насколько я понимаю, он его после зато в драке смог повесить, и он провисел довольно сурово. В общем, договорю по поводу этого изменения. Рошану там переделали атаку таким образом, что его сложнее будет замедлить. Это действительно важно, потому что сейчас Сигиль даже первого уровня, он замедляет Рошану очень сильно. И особенно, ну вот этот Абуз, он касается Энчандрос. То есть бог с ним там с Сигилем, но когда Энчандрос с какого-то там седьмого уровня заходит, и Рошан ее не может убить десять минут, просто потому что он там три удара наносит за эти десять минут. Это не смешно. Ну типа да. Еще, кстати говоря, по поводу изменений, вот в этом моменте, почему в общем-то Hellraiser обратили внимание на противника, то что Ремнант дал Vision. Если я не ошибаюсь, в следующем патче, по-моему, такого не будет. Ремнант не будет дал Vision? Да. Это интересно, кстати. Ну или область будет значительно меньше, но в общем, что такое, очень жесткое с Ремнантами сделали. Копи больше не дают обзор. Вот, вот. Ну, как бы это одно из. Существует все равно еще много чего, что дает обзор, но вообще это тоже такой тяжелый момент в плане вап-контроля. Это Рошпит, и вот сегодня как раз там буквально несколько часов тому назад мы с Димой наблюдали такую ситуацию, когда Клопа сидел вот на этой горочке, и стоял вот здесь вард, но ее не было видно. И просто из-за того, что, ну, Рошпит, он же не виден для вардов. Ну да-да. Вот. И здесь тоже вот такой момент. Как правило, это, ну, в этом плане больше всего и решают. То есть, в большинстве случаев Vision на Ремнант нужен именно в Рошпите. Понятно, там в лесу кого-то ловить неплохо, но в основном именно в Рошпите. Ну, такой легкий фикс. Не скажу, что Эмберспирит станет значительно слабее. Нет, это само собой. Ну, вообще, сама идея того, чтобы не было возможности, точнее, была возможность у команды всегда противника отнять Vision. То есть, была какая-то цель, которую можно выделить и убить. То есть, в Сигиль его можно уничтожить, вард его можно уничтожить. Ремнант убрать нельзя. И это всегда ужасно. Ты видишь там Ремнант, ты понимаешь, что ты его не уничтожишь никак. А, а шардов Тусика тоже теперь не дают Vision? А что? Шарды Тусика тоже не дают Vision? Вот, насчет этого типа сказать не могу. Не знаю, как это будет работать, но почему... Просто вот Эмберспирит мне запомнился сразу по поводу Тускара. То ли не читал, то ли, может быть, просто ценнее не было такого. Ну, да. Но в любом случае, Ремнант тут гораздо дольше по длительности находится. Это слишком жестко. Там. Все так. Нет, ну что? Там условно, там, шарды пусть дают Vision. Ракетка, там, от Купека пусть дают Vision. Но, опять же, там, имеется определенное какое-то время. Ну, такое небольшое, скажем так. В Китае Ремнант стоит много дольше. Ладно, у нас там Терене 28-17 и что-то опять происходит. Ашир нон-стоп пытается подоить противника. Выиграют они уже много. Порядка 11 тысяч монет. Партефакт, у них все замечательно. Формят. Круто. У обеих команд есть по гему. Ну, и что? Мы ждем. Драк, наверно, каких-нибудь. Какая-то странная игра развивается. Все что-то формят. Никто в какое-то решающее... Ну, Тинни очень жестко оделся. То есть, несмотря на то, что его команда проигрывает, у него уже Кираса Аганим. У него 3000 сверху. Он реально суровый боец. Шейкер делает Юл для того, чтобы его там не засайленсили, а для того, чтобы он мог там жить после своего раскаста. У Квапы тоже хороший набор артефактов. Плюс ко всему есть Гем, который купил Скрин. Да и даже Скрин уже купил себе Point Booster. Смотри, он вообще оптимист так-то по жизни. И здесь вот проблема на самом-то деле у HR именно в том, что говорилось в начале игры. У них нету физ урона практически. Ну, Эмбер Спирит это давно известный факт, что это герой, который бьет рампу чуть ли не хуже всех, потому что он слишком тонкий и ему никак не зайти. Ну, если ему дадут возможность просто лупить по вышке, понятное дело, он ее срубит. Но у него нет никаких суперспособностей, чтобы вот каким-то образом убивать тавер. И Спиритбрейкер, Туск тоже не лучшие бойцы, хотя они более-менее толстые. Ну, единственный пак еще. Ну, у пака тоже, у него и скорость атаки маленькая, и с руки урон тоже маленький. Он собрался вообще в другой айтем билд совершенно. Получается так, что, вот как бы не смешно звучало, но если вот сейчас несут все тавера, и команда Ашер каким-то образом проиграет драку под своей там базой, то они лишатся базы моментально. А команда Elements, она еще может... Я дико извиняюсь, что у меня скайп просто-напросто отрубился. Вову мы не дослушали до конца. Сейчас, секундочку, я перезайду. Бывает такое, какая-то ошибка критическая произошла прям на... Не сам в лучшем моменте. Так-так-так-так. Мы установим соединение. Пока смотрим, как под смоком пробежались Elements Pro Gaming. Пытались кого-то подловить, никого не получилось сделать. Не поймали, не убили. Так, где там у нас Майл? О. Просто пробежались, варты проставили, да, там откидываются или за арбами, конечно, обеих команд есть гем, и поэтому... Пошел моментальный антивардинг. Вову, извините, скайп у меня критическая ошибка вылетела. А, я понял. Я понял. Я думал, что опять у меня что-то. Тем временем у нас с Тусиком распрощались. Эмбер тоже страдает. Лоу. Под Сайленсом, под Сайленсом. А, и Блинк не прожать, потому что висел Страйк. Что-то Страйк. И Смиртбрекер тоже будет убирать. Но как-то вообще ничего не получилось у HellRaisers. Не готовы ли они были к этой атаке. Они такие подставились. Казалось бы, герои сложно уловимые, но все равно убиваемые. Все в Смоках были, так сидели. Вроде никого не нашли. Как-то так получилось, что как только Смоки закончились. Ну и вот сейчас посмотрим. Я там как раз суровую мысль толкал, которую не дотолкал, видимо. Ну нет, ты там успел сказать о том, что действительно, если драку HellRaisers поиграют, они теряют сторону сразу, а может быть и базу. А уж потенциал у HellRaisers действительно слабоват. Урона по товарам нет. Это действительно так. Я тут с тобой полностью согласен. Единственный вариант HellRaisers вообще как-нибудь повлиять на чужую базу, то выиграть драку предварительно 5-0. Ну, грамотные решения элемент сейчас делают. Они после того, как выиграли драку и заставили байбэкнуться, они отходят, потому что понимают, что все-таки далеко позади. Вот этих графиков золота и опыта не могут видеть команды, но должны они все-таки понимать, что кто позади, кто впереди. Потому что если бы понимания этого не было, могли бы сейчас остаться. Но вот решили отступить. Следующая драка уже будет в разы попроще для элементов. О, и та самая позиция опять. Сейчас, если на нее зайдут, может быть опасненько. Да, вот это пытаются подловить элемент спро гейминг противника. Они полным заставом здесь HellRaisers. Снова может ошибаться кто-то. Андершок уже погибает. Глимеркейп его явно не спасает. Продолжает свою атаку. Ребята из элемент спро гейминг. Пошел у нас наперед куда-то релокейт. Биз птини. Рассказ в год демо изничтожили. Но удалось поймать только двух суппортов, что довольно мало. И вот еще бы не подставило Сипаха. Багдан принимает, что это опасно. Сразу уходит элемент. Ну, очень тяжелая ситуация теперь будет. Вот они проиграли драку 3 в ноль. Сейчас еще 2 в ноль. И теперь, ну, в 3 на 5 драку принимать точно не будут. Тем более, что все сплы остались фактически. Нету Соник Вейва, но есть прокаст у Шейкера. Да, и Тинни вот что делает Тинни. Вот как он наказывает за такую ошибку. Вообще, да, нельзя подпускать противника к своей базе. Пытается как-то ремантами и фистами откидываться. У нас здесь Эмбер Спирит. Получается так себе. Всегда одного дойдалось пока маловато. И, ну, свободу. На халяву практически забирают они в свою сторону. Дракон. Эзер Страйк убивает Веспа. Ну, Эмбер Спирит понимает, что не боится. Просто улетает. При этом подставляет своего Спирит Брейка, который получает Соник Вейв. И удары с руки от топа и погибает. Пришел Андершок в замес. Его тоже наказали. Под гемом не уйдешь. Под Глимер Кейп. Пак подошел. Его заюзал. И должен жить здесь Афонин. Годдем появился с помощью, пока Паку не может. Был отрезан Фиссурой. Пак залетает дальше. И выйдет. Неплохо. Пак. Но получает ТОС. И очень страшно ему. Дает Рим Койл. Скрим. Боже, Пак. Неужели он здесь погибнет? Афонин. Уходит на Блинк. Или Зориор. 14 хп. Пак уходит дальше. Пак. 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 Будет жить. Но. Да. Но триггер в таверне. Плюс умирает еще Эмбер Спирид. И они без байбеков. Нормально Андершок подрался. Он умер. Реснулся. Тепешнулся. И тут же умер. Буквально через 5 секунд после того, как реснулся. Три из которых он делал телепорт. Короче. Это самая нелогичная игра. Из всех последних, что я видел. Ну, как сказать. Вот. Мы вовремя поговорили о том, что в случае ошибки элементы сломают базу врагу очень сильно. И Ашеры, они все контролировали. У них было все. Найт Сталкер там очень далеко. Ему было до Аганима. У них хорошие артефакты. Вот просто бегайте. Нормально фармите. Нормально делитесь. Пусть у вас Эмбер. Ну, он уже собрал неплохие артефакты. Выходите в свой лейт. И дальше уже там базу можно было сломать. Но они психанули дважды. Первый раз их еще не так сильно наказали. Второй раз их уже... Ну, все. Второй раз их уже убили. Не, ну, ну, вообще так... Был перевес у Hellraiser. Как бы все хорошо. И, ну, зачем вот эти закидоны? Зачем вот эти вот драки непонятные какие-то, где они проигрывают? До этого убивали просто салат противника. Потом решили пофармить. Дали возможность Тинни закупить себе артефактов. Не знаю. По мне все прошло не так, как должно было пройти. И Hellraiser там доминируя в 11 тысяч монет. Ну, должны бы просто захватить контроль на карте и выигрывать постепенно. Ну, в любом случае не проигрывать игру с такой доминацией прям за минуту. Буквально минута прошла, а две драки такие... Цена ошибки была очень высока. Что сказать? Что сказать? Ну да, у нас сегодня еще один матч, вот что можно сказать. Да, этот матч закончился. Действительно, ребята из Elements Pro Gaming выходят дальше. Попадают они на победителя пары Vega-Stick Gaming, который, кстати говоря, еще играет. Это третья решающая карта. Где-то смотрите на втором канале. Вот. А у нас с вами после короткого перерыва, буквально через час, будет игра Virtus Pro против ребят из Финляндии. Как это команда называется? Старк, да. Старк. Старк. Такое интересное предстояние будет. Ну, в общем. Обдаленный став ВП, который успел уже друг к другу притереться на саммите. Вернулся домой только вчера как раз. И, надеюсь, будут готовы катать. Нормально. Показывается, хороший. Поддохнули уже и так далее. В любом случае, мы это увидим лишь только через час. Пока у вас есть возможность посмотреть, опять же, правильную трансляцию, подписываться на наши соцсети и слушать музыку и ждать. О, что скажешь. Будем прощаться пока на время. Ну да, не прощаемся, говорим вам до свидания на часик. Очень интересная будет игра. Приходите обязательно ее посмотреть. Да, всех вас ждем. Давайте. Пока. 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 Пока.